Красные флаги в самом центре столицы у памятника Карлу Марксу. Первомайским утром сюда на встречу с депутатами фракции КПРФ в Госдуме пришли сотни людей. Лидер партии Геннадий Зюганов, обращаясь к собравшимся, отметил, что впервые Россия встречает праздник мира и труда в условиях большой войны. От правильного понимания ситуации руководством страны зависит будущее Отечества. Впервые в нашей стране англосаксы объявили войну. Она называется гибридная, но уже полыхает по всем фронтам, начиная от финансов и кончая видной Украиной, где они под руководством ЦРУшников Бандеровцев решили оккупировать совдолюбивый Донбасс. Я вас призываю сегодня реально посмотреть на происходящее, ибо в условиях войны лишь реальность, которая существует, позволяет принять правильные решения. Мы имеем дело сегодня с самыми злобными силами, которые не только сохранили нацисты Бандеровщину, но пошли дальше. Они сегодня проповедуют политический и этнический расизм. Пошли дальше Гитлера. Геннадий Зюганов подчеркнул, что сегодня в ходе спецоперации на Украине Россия ведет борьбу за многополярный мир. Успех в этом противостоянии может обеспечить только широкое сплочение левопатриотических прогрессивных сил страны. Мы прежде всего боремся за не однополярный мир, а за мир, где красота и обилие языков, наречий, народов будет украшать эту прекрасную планету. Мы там сражаемся за русский мир, ибо русского мира нет в их планах. Если вы посмотрите тот знаменитый проект, Гарвардский, там первый раздел начинался, перестройка, второй – демократия, а третий назывался ликвидация. Они пришли ликвидировать нашу государственность. Лидер КПРФ отметил, Россия стоит перед жесточайшими вызовами – санкционным, финансовым, экономическим, технологическим. Страна уже привыкла жить в подобных условиях, но сейчас давление стало особенно жестоким. В рамках старой либеральной модели Россия не преодолеет испытания. КПРФ – партия, которая предлагает стране альтернативную программу развития, подчеркнул Геннадий Зюганов. Вывод предельно ясный и четкий. Собираете побеждать? Давайте новую экономическую политику, новую индустриализацию, три программы развития сельского хозяйства и поднятия новой целины, программу социальной защиты и поддержки людей труда. Прежде всего, никакие жалкие 10-15 тысяч подачек, а минимальная сегодня зарплата, пенсия должна быть 25 тысяч и более. Мы должны сегодня принять закон, который внесен в Думу, что коммуналка не более 10% семейного дохода. Мы должны детям войны, их осталось, дети миллионов, дать те льготы, которые имели участники войны, и дети войны давно их заслужили. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Астанина отметила, что лучшие народные предприятия страны сегодня демонстрируют образ будущего, который предлагают коммунисты. Она подчеркнула, все больше россиян понимают, что сегодня важно ставить политический вопрос о смене курса развития страны. 78% учителей сегодня получают базовый оклад ниже прожиточного минимума, но их молчание громче криков министра. Молчат сегодня женщины, потому что каждый четвертый ребенок только получит то самое пособие, о котором сказал президент. Мы помним, что 21 социальная гарантия, начиная от молочной кухонь, яселек, детских садов, она была тогда обеспечена в далеком 1917 году. Поэтому сегодня мы вывели свою политическую формулу 20 шагов во главе с блоком Леопатриотических сил. Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Ура! Вопрос солидарности сегодня как никогда актуален для российского общества, отмечали выступавшие. Ведь быть авторитетной на геополитической арене может только сильная страна, которая с успехом решает внутренние проблемы. Солидарность как никогда нужна, потому что фашизм поднял свою голову на нашей братской Украине и воспитанный лицемерным Западом. Мы должны победить. Мы должны солидарность привить к тому, чтобы наш народ жил благополучно в настоящем, чтобы в будущем наше государство было самостоятельным и благополучным, и социальная справедливость была. В ходе торжественного мероприятия прошла церемония вручения партийных билетов новым членам КПРФ. Со своей стороны Геннадий Зюганов отметил, что сегодня представители левой оппозиции по-прежнему подвергаются преследованиям со стороны власти. В этих условиях о народном единстве говорить не приходится. Вопиющий факт. Накануне Дня Победы мавзолей вновь закрывают от людей декорациями. Все леопатриотические силы, 56 организаций официально обратились к президенту, и правительству сленов Совбеза продемонстрировать эту сплоченность на параде 9 мая. Я призывал, чтобы они больше никогда не закрывали мавзолей фанерными щитками. Я сегодня вижу, что они не услышали. И мы сегодня еще раз обращаемся официально к президенту. Это вызов всей патриотической общественности, когда в нынешних условиях, условиях, по сути дела, большой войны, прикрывается непросто мавзолей. Этими щитками пятая колонна сегодня отгораживается от великой советской эпохи, от основателя советского государства Ленина, от Сталина, который принимал вместе с Жукум тот легендарный парад. Отгораживается от великих ученых, Келдыша, Королёва, Курчатова, которые обеспечили нам ракетно-ядерный политет. Мы считаем, что это не просто позор. Это недопустимо. Геннадий Зюганов подчеркнул, что у власти осталось мало времени для того, чтобы предложить стране внятную повестку дня и продуманную программу действий. Нужно объединять общество и вести конструктивный диалог всех политических сил. Наша программа образования для всех и наш план построения обновленного социализма сегодня на столе у всех губернаторов и законодателей. Что бы они ни говорили и что бы они ни делали, левопатриотический поворот – это главная повестка дня. Мы верны великому пролетарскому знамени октября. Мы верны знамени победы. Да здравствует 1 мая, да здравствует социализм, да здравствует новые победы. Ура!